Дмитрий Хрусталев впервые стал папой. Об этом ведущий рассказал на премии Золотой граммофон и тут же получил поздравление от коллег и поклонников. Сегодня Хрусталев ввел с Филиппом Киркоровым музыкальную премию Золотой граммофон. О том, что звезда телевидения стал папой, стало известно прямо на сцене. Когда Дмитрий Маликов получил свою 13-ю статуэтку, он отметил, что это его счастливое число, так как в этот день родилась его дочь. Дмитрий тоже поведал о своей радости. «13-го числа у меня родилась дочь», — воскликнул он. Напомним, жена комика тоже публичная персона, она была солисткой группы «Фабрика», но в прошлом году покинула состав. Мария Гончарук делилась, что планирует развивать сольную карьеру. О том, что соведущий Ивана Урганта на шоу «Вечерний Ургант» тайно вступил в брак, Стархит сообщал в 2019 году. После росписи влюбленные отправились в медовый месяц. А предложение руки и сердца возлюбленной он сделал на Шри-Ланке. Семья девушки одобрила ее выбор и ждала этого события, Митя их очаровал. До брака у Хрусталева был громкий, но недолгий роман с Екатериной Варнавой. Он даже звал коллегу по шоу-бизнесу замуж, но они так и не смогли построить семью. Мы ничего не сделали друг другу плохого, чтобы не общаться. Так получилось, что с Димой эмоционально сошлись и таким же образом разошлись. К Хрусталеву отношусь с уважением и трепетом, люблю его маму. Желаю ему счастья, переживаю за него. Мы очень часто ведем корпоративы, между нами осталась рабочая химия, делилась артистка в шоу Идой Галич на YouTube «Есть вопросики». Близкие пары грустили из-за их расставания. Мама Варнавы часто вспоминает о неудавшемся зяте. Да и мать моя, кстати, тоже сыграла определенную роль в романе с Хрусталевым. До сих пор с телефоном ходит от него, говорила актриса в программе позавчерашние новости. Субтитры создавал DimaTorzok